Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернатор, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный выпуск. Сегодня я сохранил чек на всеми любимый товар. Хотя бы раз в жизни его пробовал каждый житель планеты. А изготовляют его в половине стран мира. Россияне за год съедают свыше 120 килограммов этого продукта, что на 60 килограммов больше, чем в Европе, и на 90 килограммов больше, чем в Азии. Так что у нас к нему особый интерес и любовь. И нетрудно догадаться, о чем идет речь. Но если вы все еще гадаете, то скажу вам сразу. Герой сегодняшнего выпуска – вкусный белый батон. Мы начинаем. Своё название батон получил благодаря французскому слову «батон», что в переводе означает «палка» или «брусок». Такая аналогия была проведена неспроста. Дело в том, что первые батоны стали изготовлять, как и багет – длинные, продолговатые и тонкие формы. Немного позже батон потолстел и приобрел свой современный внешний вид. Согласно статистике, взрослый россиянин получает из белого хлеба одну вторую всех потребляемых им калорий. Помимо этого, батон также настоящий кладезь клетчатки, который способствует пищеварению. А еще в нем много трептофана – аминокислоты, которая стимулирует выработку гормона хорошего настроения. Но здесь главное не переусердствовать. Одной пользой дело не ограничивается. От белого хлеба несложно и поправиться, а статистика уверяет, что каждая шестая буханка выполнена с нарушениями требований качества. Поэтому даже такой, казалось бы, элементарный продукт нужно выбирать с умом. Как именно, расскажем в нашей программе. А пока узнаем, как самарцы справляются с этой задачей и на что обращать внимание при покупке. Свежесть продукта, тактильные ощущения и цена. Методом ПРУП ошибок, чтобы он не крошился, когда его режешь. Чтобы сохранилось хотя бы на следующий день вкусовые качества. Я вот когда режу его на доске дома, ножом хорошим, он не крошится, три дня держится. Не рассыпаться, он был. Вкусно все. Для того, чтобы понять, какой товар самый хороший и как его правильно выбрать, возьмем три буханки белого батона от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут продукция хлебозавода «Хлебный дом», «Самарского хлебозавода номер два» и «Самарского хлебозавода номер пять». В завершении программы узнаем, какой батон не только пышный, мягкий и вкусный, но еще и наиболее качественный. У батона долгая и богатая история. Резептура обменялась согласно требованиям потребителей и возможностям пекарен. Обычно в составе пшеничная мука высшего качества, дрожжи, соль, маргарин, растительное масло и сахар. Именно последний ингредиент и отличает батон от прочих хлебобуточных изделий, как особый цвет и структура мякиша. Мякиш у батона классического пшеничного должен быть как губка. То есть он должен характеризоваться небольшими, хорошо пропеченными порами. Непосредственно перед запеканием батон смазывают специальным раствором, который придает специфический блеск. Но глянцевый вид скорее отвлекающий маневр, чтобы скрыть возможные огрехи самой корочки. Например, самый распространенный – нагар. Черный нагар не допускается, так как он содержит большое количество канцерогенных веществ. Также белесая поверхность или красная вздутая корка тоже не допускается. Это свидетельствует о нарушении процесса выпечки батона. Процесс производства занимает более 8 часов, однако некоторые производители не готовы ждать так долго. Вычислить хлеб, произведенный по ускоренной технологии, можно по сроку годности. Чем меньше в хлебе искусственных добавок ингредиентов, тем дольше он может храниться. Еще один признак – испарено на упаковке. Ее происхождение также вычислить несложно. Либо была нарушена технология упаковывания, либо хлеб упаковывался в горячем виде. То есть, опять же, с данным дефектом хлеб лучше не покупать. И последний момент – крошки. Если их в упаковке много, на заводе переборщили со стабилизаторами и разрыхлителем. Опять же, дело в сроках и экономии. Что, конечно же, дает первоначально очень большой объем хлебобулочному изделию, но по мере остывания этот объем, если позволите, конечно, так сказать, сдувается. Также наличие большого количества крошки может свидетельствовать о том, что в хлеб, либо батон, либо булочное изделие добавлена крошка из черстого переработанного хлеба, то есть тот, который не реализовался в срок. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Выбирая хлеб, внимательно рассмотрим батон со всех сторон. На поверхности батона не должно быть никаких инородных, особенно опасного черного нагара, который содержит канцерогены. По этому же критерию оценим и наших конкурсантов. С этим испытанием справились два последних конкурсанта, а вот первый красивой корочкой не порадовал. Теперь посмотрим на цвет поверхности. Качественный пшеничный хлеб имеет нарядную золотистую корочку от цвета желтого до цвета коричневого оттенка. Белая корочка получается при нарушении в технологии приготовления теста. Здесь снова баллы достаются участникам под номером 2 и 3. Идем дальше. Теперь попытаемся надавить на каждый батон. Хороший продукт при сжатии не должен превращаться в слипшийся комок. Чем быстрее поверхность примет первоначальное положение, тем качественнее белый хлеб. Здесь полная гармония качества. Каждый получает по баллу. Попробуем разрезать каждого конкурсанта. Если при этом на столе остается слишком много крошек, продукт имеется большое количество стабилизаторов. Скорее всего, его готовили по ускоренной технологии. Плюс такой товар просто неудобен в использовании. С этой задачей справился лишь последний конкурсант. Он заслуживает поощрения. Отрежем один кусочек. Если мякиш уплотнен и липнет к ножу, от покупки лучше воздержаться. В этом случае, скорее всего, внутри уже завелась картофельная палочка. Здесь без нарушений. И каждый участник получает заслуженный балл. И последнее мякиш. Он должен быть пропеченным, эластичным, не влажным на ощупь. При этом в нем должны приглядываться поры, что говорит о хорошей муке, удачной промессе и контроле в процессе выпечки. Как и в предыдущем испытании, недочетов не обнаружено. Полное соответствие нормам каждого участника. Многие полагают, что залежалый батон можно оживить, если положить его в микроволновую печь, либо в духовой шкаф. И это ошибка. В этом случае хлеб становится опасным, так как его структура становится вязкой и забивает стенки кишечника. Так что лучше покупать батон небольшими порциями и свежим, чем разогревать механически. Будьте внимательны и слушайте наши советы. Для последнего нашего испытания в качестве эксперта мы пригласили особого гостя – Вилкова Эдуарда Геннадьевича. Он – пекарь на дому. У себя в доме в русской печи он превращает тесто в настоящее произведение гастрономического искусства. Печет хлеб всех сортов и мастей. Но к белому у него особое отношение. Но белый хлеб издревле употребляли только лишь по праздникам, по великим праздникам. Пекли калачи, булочки с начинками. Вот это был праздник. Однако магазинный вариант особой популярностью не пользуется. Но все же специалист решил попробовать наших конкурсантов, чтобы выбрать лучшего. Хлеб ароматный. За счет такой румяной корочки. Она привлекательна. Но это не значит, что хлеб может быть вкусным. Я попробую еще один кусочек. Хлеб с маслом на завтрак, с чашкой чая. Очень здорово. И попробуем еще один бутербродик. Вот этот батон более ароматно, более привлекательно выглядит. По структуре не рассыпается в крошечке, а именно такой слегка тягучий хлеб, он вот этому предпочтению, этому батону я дал бы предпочтение. Слонной таблицей представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался батон производства пятого хлебозавода. Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как сделать свой завтрак вкусным, обед сытным, а ужин полезным. И все благодаря правильно купленному белому батону. Но все равно не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся на следующей неделе. Пока!